Всем привет, дорогие друзья! Мы не сбавляем темп нашего марафона и сегодня у нас день четвертый. Мы продолжаем развивать наши навыки восприятия английской речи на слух в интенсивном режиме. Сегодняшний урок посвящен медицинской тематике. И для начала давайте посмотрим некоторые новые слова. Экзамен Осматривать пациента Physician Синоним слова doctor Get a cold Blood pressure Кровяное давление или просто давление Symptom Treatment Лечение Spray Вывихнуть, растянуть X-ray Рентген Это слово может быть и существительным, и глаголом. Делать рентген Illness Болезнь Заболевание Плохое самочувствие Prescribe Назначать Приписывать Antibiotic Антибиотик А теперь давайте приступим к нашим видеоэпизодам. Эпизод номер один. Мне нужно осмотреть вашего сына. Эпизод номер два. Пациентам следует всегда консультироваться с доктором. Эпизод номер три. Она даже никогда не болеет простудой. Эпизод номер четыре. How's the blood pressure, Макс? Как давление, Макс? Эпизод номер пять. Любой контакт может вызвать высыпание или сыпь, симптомы гриппа, боль в горле. Эпизод номер шесть. Сильный или экстремальный стресс может вызвать высокое давление, которое может стать причиной кровотечения. Как вы, возможно, заметили, при переводе глагола cause мы воспользовались синонимами. Вызвать в первом случае и во втором стать причиной. Эпизод номер 7. Экстремальный холод используется в качестве лечения, такого как прикладывание льда к вывихнутой или растянутой лодыжке. Восьмой эпизод. Я сделаю ему рентген в пятницу. Эпизод номер 9. Депрессия может быть симптомом серьёзной болезни или заболевания. И последний, десятый эпизод. И дополнительные задания к этому уроку. Полезное задание, которое кроме аудирования помогает ещё развивать и навыки говорения. Прослушайте ещё раз каждый эпизод. Повторяйте за носителем языка все предложения или отдельные словосочетания. При этом старайтесь имитировать произношение. И второе задание для работы с новой лексикой. Здесь вы видите слова на русском языке. Попробуйте по памяти перевести их на английский язык. Вторая часть этого упражнения. Теперь у нас слова на английском языке. Ваша задача перевести их на русский язык. После того, как вы сделали это упражнение, просмотрите видео эпизоды ещё раз и проверьте себя. Друзья, буду рада видеть ваши собственные примеры со словами из сегодняшнего урока. Если сегодняшнее практическое занятие стало для вас полезным, ставьте лайк. А если хотите участвовать в марафоне, подписывайтесь. И до встречи в следующих практических уроках.